Добрый день, программа Paradox, я Степан Демура. Сегодня мы поговорим о гегемонах в России. Если помните, кто изучал и учился в школе и в институте до реформы Фурсенко, наверное, помните, что такое гегемон, тогда гегемон в революции был пролетариат. То есть это класс, в котором есть свои политические, скажем так, преференции, свои политические программы, которые могут выбирать себе союзников и, соответственно, быть лидером каких-либо преобразований. Будь то революционные или революционные. Не секрет, что в стране, в нашей замечательной стране, назрели некоторые реформы. Ситуация достаточно сложная и в экономике, и в политике. Как сказал Владимир Ильич, ситуация близка к эволюционной. И вот кто на стране может стать гегемоном, вернее, двигателем реформы, реформации системы, мы сегодня поговорим с Борисом Юльченко-Горлицким, директором Института глобализации и социальных движений. Добрый день, Борис. Добрый день. Спасибо, что пришли. Ну, конечно, это может быть не совсем приятно для вас, но вы у нас почти что стали узником совести. Если я не ошибаюсь. Это вы сильно преувеличиваете. Я же тут сижу все-таки. Я сказал почти что. Вот, да, вот именно. Да нет, это было, конечно, очень гротескно, потому что сначала меня вызвали свидетелем по болотному делу. И, строго говоря, они имели на это законное право, потому что я был на болотной площади. Значит, строго говоря, любой человек, который находился на болотной площади, может быть вызван свидетелем. Ну, я с ней поговорил, рассказал свое мнение о том, как велась полиция, как вели себя демонстранты и так далее. Очень мило, кстати, поговорил. Были такие милые, интеллигентные молодые люди, которые сегодня смотрели телеканал «Дождь» параллельно еще, значит, в компьютере. Вот, и уходя, я еще сказал, что я уезжаю из Москвы, так что если зачем-то нужен, то вот в такие-то дни меня не будет. И вот аккуратно, когда меня не было, вдруг мне в Берлин звонит жена и говорит, что у нас домобыск. Пришли, да, пришли они рассмотрели мой компьютер, который, естественно, ноутбук, естественно, был со мной в Берлине. То есть, естественно, они ничего не увидели, даже если могли там что-то увидеть. Но самое замечательное, что потом они обнаружили, что есть еще компьютер моего сына, которого, в свою очередь, не было дома, потому что он, значит, ночевал у своей девушки и не оставил телефона. И вот они-то часа три или четыре ждали, пока он все-таки придет. Потом, наконец, вскрыли, значит, этот компьютер, включили его, обнаружили, что там много программ, выключили, извинились, даже, может, не извинились, но, в общем, попрощались вежливо и ушли. Собственно говоря, вот так все это происходило. Скорее, смешно, чем страшно или грустно, хотя вот в этой нелепости есть какая-то такая мрачная сторона, потому что, ведь, понимаете, нелепо-то нелепо, но что-то от кавкинского процесса, конечно, здесь есть. Ну да, в этой серии «Заставь дурака молиться» он лоб прошибет, ведь они же знали, что вас нет. Ну, слава богу, что все так закончилось. Ну, вот первый вопрос, который, на самом деле, хотелось бы начать передачу, я хотел с другого начать, но вот радиослушатель задал вопрос вам. Борис Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, отставку правительства в Болгарии. Возможно ли у нас такое развитие событий? Это из Санкт-Петербурга пишут. Ну, я думаю, что возможно, я думаю, что возможно, более того, меня в некотором смысле удивляет, что до сих пор ничего подобного еще не произошло, потому что, строго говоря, правительство в подобной ситуации всегда кажется крайним, то есть поводов для недовольства более чем достаточно, причем у власти в целом, у системы власти в более широком смысле всегда есть возможность для маневра, то есть сбросить правительство, это ведь не значит сдать позиции полностью, То есть это значит сделать очень такую красивую, яркую уступку населению, показать, что к населению прислушиваются, но при этом вот система власти в целом может вполне устоять. Я думаю, что, кстати говоря, подобного рода варианты просчитывались у нас в прошлом году на определенном этапе, но потом решили, что все и так обошлось, зачем, в общем, в такие игры играть. Но если почему-то ситуация опять обострится, то, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев может казаться крайним. Единая Россия в Думе тоже. Да, второй объект, да, второй объект. Сейчас начались ведь, насколько я понимаю... Даже не Единая Россия, Дума в целом. Сейчас же ведь начались, извините, я сперевиваю, информационные сбросы по поводу возможного распуска Думы. Вы понимаете, в общем-то, Думу тщательно готовят к распуску. Вот обратите внимание, ведь, с одной стороны, говорят, вот в бесившийся принтер принимают какие-то безумные законопроекты. Причем, один момент, что принимают ведь не все, да, но вносятся совершенно безумные законопроекты. Строго говоря, можно ведь все эти безумные вещи, которые они готовят, но не доводят до голосования, можно ведь и не популяризировать. Можно тихо сказать нескольким идиотам, ребята, заткнитесь, да, и они заткнутся. Но им не говорят, заткнитесь, они орут. И, наверное, тоже кому-то выгодно. То есть, вместо того, чтобы создать, скажем так, действенную политическую систему, готовится такой небольшой клапан сброса пара. Чтобы население успокоилось на некоторое время. Это ведь нормально в любой политической ситуации, которая динамично меняется, что действительно должны быть рубежи. Власть же не может позволить себе вообще стоять на всех позициях, ничего не сдавать, учитывая, что обстановка меняется. Настроения в общем-то меняются. И, главное, власть сама внутри себя не едина, скорее всего, по большинству вопросов. Поэтому, естественно, определенный маневр должен быть. И, как ни странно, это нормальная политическая ситуация. То есть, парадокс в том, что как раз у нас политическую жизнь загнали в такой тупик, когда даже любой политический маневр, более-менее такой умеренный и вообще совершенно не рискованный, он воспринимается чуть ли не как революционный переворот. А это, кстати, чревато. Потому что, как раз когда ситуацию так загоняют, то все заканчивается довольно драматично. То есть, классический пример. Тут гибкая конструкция, она колеблется и стоит. А если она очень жесткая, то она начинает рушиться целиком. Ну, у нас же построили конструкцию партийного строительства, было направлено на то, чтобы практически зачистить, насколько я понимаю, полностью политическое поле, контролировать все. А в результате получилось так, что... Не контролировать, может быть, ничего, да? Да, ведь нет же, глубоко говоря, на данный момент нет никакого клапана сброса давления. Вот это и есть та самая диалектика, да? Ужесточение конструкции далеко не всегда повышает ее прочность. Может иметь ровно обратный эффект. Но вот, понимаете, самое смешное, вот если поговорить с чиновниками, то обнаруживается одна вещь, что они ведь зачищали не политическое поле. Они на самом деле упрощали себе управленческие задачи. То есть парадокс... Но это был один, одно средство. Да, да. Парадокс стал в том, что они вообще не мыслили в политических категориях. Они вообще считали, что политики нет и не будет, и быть не должно. То есть есть некие процедуры. Вот вы хотите многопартийную систему, у вас будет многопартийная система. Вы хотите, чтобы в России был парламент, вот у вас будет парламент. Все это не имеет никакого политического содержания, и они вообще не думали в политических категориях. А какие-то маргиналы где-то суетятся, по 31 числам где-то бегают, ну и пускай себе бегают. Но мы там на них потренируем ОМОН на всякий случай, просто чтобы ОМОН не разжирел слишком. И все. А потом вдруг выяснилось, что есть некие проблемы, которые в принципе могут быть решены только политически. А в том числе внутри власти самой. А потому что, например, вот вы поговорите с чиновниками, они же тоже недовольны. Вообще, кто у нас страшно недоволен? Больше всех, по-моему, недовольны чиновники. Ну почему? Вроде неплохо живут. Нет, тем, как они живут, они довольны. Нет, в этом смысле у них все замечательно. В этом смысле у них все прекрасно. Они недовольны тем, что им, как говорится, морально тяжело. Знаете, знаменитый советский анекдот, да? Что так вот приехал человек из-за границы, с запада откуда-то, да? Ему говорят, как там, ну так вот, как с жильем, ну хорошо, нормальные квартиры, там что? А вот там со шмотками, да классно со шмотками, там еще с чем-то. Ну а как вообще, говорит, морально тяжело. Вот у чиновника современного, у него именно такая ситуация, ему морально тяжело. Ну я вам возражу, понимаете, морально тяжело бывает, когда, скажем так, есть совесть. Нет, нет, вы будете смеяться? Нет, нет, есть еще функционал, так называемый. Вот замечательно новое русское слово, функционал. В старом русском языке его не было. Так вот, понимаете, представьте себе чиновника на среднем или даже верхнем среднем уровне, который утром получает две бумаги. Скорее всего, кстати, из одного и того же ведомства уже стоящего. Бумага номер один сообщает, что вверенный вам объект должен быть полностью до основания и немедленно уничтожен. Бумага два сообщает, что вверенный вам объект должен быть в полном порядке, он должен находиться в идеальной сохранности, он должен развиваться и, так сказать, вот с ним должно быть все хорошо, короче. Говоря, вы и за то, и за другое отвечаете головой. И мы вас накажем за любое исполнение того или другого указания. И оба требуют неукоснительного исполнения немедленно с полной отчетностью. Вот, собственно говоря, если вы пообщаетесь с чиновником сегодня, например, на региональном уровне, он ответит, что это его повседневная жизнь. И он просто вот находится в состоянии постоянного стресса, а то, что не понимает, вот как это сделать. Скажем, если берем ту же ситуацию с образованием. Ну, это потеря управляемой системы. Да, это абсолютно-абсолютно неуправляемая ситуация. Собственно, поэтому чиновников сейчас раздражает не то, что там у них совесть болит, да, а то, что, ну, непонятно, на какую кнопку жать, понимаете. Вот если мы четко сказали, вот ты здесь сидишь, чтобы уничтожить, скажем, образование. Вот честно сказать, вот ты, твоя задача, чтобы камня на камне не осталось, уничтожить все университеты, снести там под бульдозер. Хорошо, он поймет, и на самом деле, может быть, даже немножко вздохнет так горько, но выполнит, да. Если мы скажем, ты здесь для того, чтобы там расцвели науки у тебя в городе Урюпинске, он, ну, не знаю, что он сделает, но будет стараться, по крайней мере, часто будет стараться. А когда ему сказали, вот ты должен под бульдозер все закатать, и чтобы на этом одновременно науки расцветали, понимаете, это известно. Еще отчитаться. Да, да, еще отчитаться. Известная история с собакой Павлова. Знаете, что вот собаке показывали прямоугольник, и ее бил ток. А потом им показывали круг, и ей давали, не знаю, кусочек мяса. А потом собаке показывали овал. И вот собаки с слабой нервной системой впадали в истерику. А собаки с сильной нервной системой отползали в угол клетки и засыпали. Вот, на мой взгляд, это очень четко описывает состояние управленческой машины сейчас в России. Так она спит, получается? Одни спят, другие в истерике бегают по клетке. Да. Это при том, что на самом деле в стране проблем-то полно экономических. Ну, ладно, это, так сказать, было не очень смешное, на мой взгляд, видение, потому что действительно может быть так, скорее всего так. Но, скажем так, вопрос-то более серьезный, который хотелось бы с вами обсудить. А вот изменения, которые грядут, кто в них будет гегемоном? Потому что я знаю, что вы в прошлом году написали книгу, но мы вернемся после новостей. Восстание среднего класса, да. Ну, как раз средний. Борис, у нас перерыв на новости. Добрый день, мы снова в эфире, это программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димура. Телефон студии 6510-996, код города 495. Звоните или пишите им своими вопросами по адресу финам.фм. У нас в гостях сегодня Борис Когорлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. И обсуждаем мы будущий гегемон, который поведет Россию к светлому будущему. Ну вот, Борис, мы продолжаем вопрос. Вы написали книгу, где практически, насколько понимаю, считаете, что новым гегемоном в Европе, по крайней мере, будет как раз креативный класс. Нет, нет, нет. Это называлось «Восстание среднего класса». И как раз там-то речь шла о том, что средний класс подвергается по существу разгрому. То есть сначала он стремительно рос. Для оппинизации. Да, сначала на определенном этапе он стремительно рос. Он рос как на дрожжах, правда он рос неоднородно. Потому что, скажем, был старый средний класс, ну, те же самые инженеры, врачи, учителя и так далее. Нижний менеджмент, кстати говоря, верхушка рабочего класса. То, что еще Ленин называл рабочая аристократия, да, хорошо оплачиваемые рабочие и так далее. И вот этот старый средний класс, он был отодвинут технологической модернизацией 90-х годов, даже в конце 80-х. В Европе, кстати, это началось в 80-е, до нас это ползло в конце 90-х. Появился новый средний класс, связанный, опять же, с новыми технологиями. При этом часть старого среднего класса лимпидизировалась, потому что промышленные объекты потеряли ценность. А это же не только значит, что рабочие, например, потеряли работу. Это и инженеры, это и менеджмент, это и куча людей, которые связаны с обслуживанием и управлением всей этой системы. И они как-то начали терять позицию, но зато поднялся новый технологический средний класс, который себя воспринимал как техноэлиту. Вообще имел огромные амбиции и огромные претензии в каком-то, ну, обоснованные, кстати, в чем-то претензии. Но это тоже продолжалось недолго, это примерно до 2001 года продолжалось, когда был знаменитый крах вот этот NASDAQ в Нью-Йорке, на Нью-Йоркской бирже. Это был такой звоночек. И выяснилось, что произошла, во-первых, типичная ситуация перепроизводства вот этого нового среднего класса, что его возможности влияния и амбиции сильно им с вами преувеличены. А главное, потребительская машина начала сдавать сбои. То есть его позиции и потребительские, и социальные в более широком смысле, потому что это не только потребление, это статус, это возможности, жизненные шансы и так далее. И его, в конце концов, амбиции, претензии на участие в принятии решений, как носители вот этих новых идей, новых знаний и так далее, все это оказалось под большим вопросом. То есть он рухнул вместе с новой экономикой. Да, он не рухнул совсем с новой экономикой. И он вдруг выяснил, что стоит на очень зыбком основании, скажем так, вот полного крушения не произошло. Ну, собственно говоря, как вот мы же не рухнули в 98-м. Мы не рухнули полностью в 98-м, да? Но обнаружили, что жизнь не совсем такова, как думали до этого, да? И тут то же самое. То есть он вдруг обнаружил, что стоит на каком-то пустом, так сказать, ну, висит почти не в пустоте, но, так сказать, на очень зыбком основании. И, кстати говоря, антиглобализм не случайно вот в это же время начинает возникать, потому что это вот такой вопль протеста, так сказать, обиженного нового среднего класса. И поэтому он, естественно, загнан в ситуацию протеста. И вот все эти Occupy Wall Street и так далее, все это вот оттуда. Но отсюда не значит, что это гегемоны. Вот как раз самая главная проблема с точки зрения не только марксистского, скажем, дискурса, но с точки зрения вообще вот политологического анализа такого традиционного, это именно поиск гегемона вот во все более фрагментированном обществе. Потому что в революциях прошлого было более-менее понятно. То есть было третье сословие, допустим, оно было достаточно широким. В нем гегемоном пыталось быть буржуазией. Кстати, это не всегда им было. Потому что были моменты, и кабинцы, когда были у власти, это уже была не буржуазная власть. Это была власть тех, кого, ну, нас бы называли мелкой буржуазией, в марксистских категориях, на самом деле, это такой полупролетариат. Парижские плебеи, которые оказались в какой-то момент сильнее, чем буржуа. Ну, потом, естественно, пришли термидурианцы и порубили им головы. Наказали за тот страх, который они пережили. Но, тем не менее, буржуазия смогла установить гегемонию. А революция 1917 года в России оказалась в чем-то трагичной, именно потому, что пролетариат получил гегемонию над процессом, который он сам не был готов возглавить, по большому счету. Ну, как вот классическая ситуация. Если пролетариат должен возглавлять буржуазно-демократическую революцию, то у самого рабочего класса возникает вопрос. А почему мы даже для буржуазии работать? Мы будем работать на себя. Но при этом социально-экономические-то условия не готовы для того типа общества, которое они хотят создать. Поэтому возникает диспропорция, на которой, собственно, вся трагедия русской революции потом развивалась. Но, тем не менее, у нас очень четкие классы. Если мы берем Россию 1917 года, границы между классами очень видны. Общество современное, оно гораздо более фрагментировано. И я бы сказал, что сейчас все-таки, наверное, гегемон будет формироваться как исторический блок, не как один какой-то конкретный класс. А вот то, что Антонио Грамши в 1920-е годы, тоже очень, на мой взгляд, пророчески назвал историческим блоком. Когда разные социальные группы на основе некого единого культурного проекта, так сказать, слепаются, соединяются в определенный исторический блок, который способен потом ввести страну дальше. Вопрос в том, как это сделать и получится ли. Вот здесь вопросов более чем достаточно. Потому что, на самом деле, ведь сейчас у нас общество растерянных. Вот как определить современную Россию? Это общество растерянных. Ну, если так, кто же об этом задумался, ну, я бы, наверное, может быть, это детская какая-то концепция, но, по крайней мере, я считаю, что есть четыре России разных. Ну, три-четыре. Ну, первое, это вот большие города. Миллионники и где-нибудь там 500-600 тысяч, где есть так называемая новая интеллигенция. Вот эти покемончики. И, в общем-то, они сейчас после, по-моему, 2008 года все надежды на то, что жизнь будет такой же клевой, будет улучшаться, у них начинает рушиться. Потому что эффективные доходы у них падают. И будут падать дальше, кстати. И те, кто выходил на болотную, я думаю, им было глубоко наплевать, по большому счету, то, что у них отобрали голоса. А это был такой еще неосознанный протест против, во-первых, ухудшения сегодняшней ситуации. И люди начали осознавать, что никакого улучшения дальнейшего ситуации не будет. Это в крупных городах называемые интеллигенции. Все эти протестные движения. Второй, вторая Россия, или второй, скажем так, крупная... Причем, наверное, их процентов 25-30. Вот в крупных городах живет. Второй, это, наверное, скажем так, старые промышленные города. Ну да, индустриальная Россия. Индустриальная Россия. Она все еще жива, к счастью, хотя, но живет плохо. Но загибается, по большому счету. Она не загибается, она живет плохо. Живет очень плохо. И без надежды на улучшение. Причем, живет не обязательно плохо материально, а живет плохо именно... Опять-таки, к вопросу морально тяжело, да? Без надежды на продвижение вперед куда-то. Потому что, ну, если у вас моногород, прекрасно представляем, как люди там живут, достаточно по трассе проехать, федеральный, Москва, Петербург, и, скажем, Верхний Волочок. Ну, это же жесть. Не, ну, какой-нибудь Альятти-то живет материально неплохо. Ну, просто где перспектива? Да. Это вот вторая Россия. Тоже, наверное, процентов 25-30 населения. Причем, это, так сказать, остатки пролетарского гегемона. Традиционного рабочего класса. В старого индустриального рабочего класса. Что у нас еще есть? Ну, у нас есть сельское население и маленькие города, которые разбросаны вообще по всей стране. Это, наверное, тоже, я не знаю, ну, процент 25-30. Ну, и, разумеется, пятая часть, если так сказать, четвертая вообще. Это все, что к югу от границ. Ну, там их мало, но они очень такие джигиты. И вот у меня сразу к вопросу к вам издевает. Да, там вообще зачастую нет экономики, можно сказать. Там промышленного производства вообще нет. Они живут на дотации с федерального центра, по большому счету. И вот есть, грубо говоря, возьмем две группы. Потому что сельхоз населению, ну, до политики, ему, по-моему, очень далеко. И людей это мало заботит. Лишь бы собрать урожай и прожить следующий год. Вот возьмем, скажем, вот эти две группы. Как их там называют? Как вы говорите, новый средний класс, да, который сформировался? На мой взгляд, немножко сложнее картина. Хотя я в целом, вот, не буду спорить, что действительно такое разделение происходит. Но даже если взять Россию в целом, то есть еще одна категория, очень важная, которую вы забыли. Миллионы бюджетников. Миллионы бюджетников, да. Которые пронизывают, кстати говоря, все вот эти социальные и географические зоны. И это очень важная вещь. Но в процентном отношении их мало. Нет, их не так мало. Но у нас полтора... А, бюджетников? Бюджетников, да. Смотрите, врачи, учителя, социальные работники. И, между прочим, низшая бюрократия. Низшая бюрократия, которая себя, скорее, сейчас осуществляет уже с бюджетниками, а не с начальством. Это очень немаловажное обстоятельство, о котором, кстати, надо задумываться сейчас будет. Но я думаю, что ситуация как раз достаточно ясна. Что действительно вот эти вот новые социальные слои, которых почему-то назвали обиженными или рассерженными горожанами, я не понимаю, как будто все остальные в деревне живут. Меня это очень удивляло. Почему они горожане, а там жители, не знаю, Нового Уренгоя не горожане. Странно. Так вот, значит, эти самые новые социальные слои, новые средние слои, они, конечно, были очень сильно фрустрированы непониманием своей дальнейшей перспективы, которая исчезает на глазах, но при этом, обратите внимание, что они так и не поднялись даже до элементарных социальных требований в собственных интересах. А проблема ведь состоит в том, что у нас происходит структурное ослабление экономики. То есть у нас нет инвестиций в промышленность, у нас разваливается инфраструктура, у нас постепенно разрушается наука, образование, здравоохранение, вот эти все основы, на которых должно быть построено воспроизводство. И в данном случае не важно, новая экономика или старая традиционная экономика, потому что если у вас дорог не будет, связь не будет работать, если электричество будет заключаться при каждом зимнем ледяном дожде, то вы со всеми вашими компьютерами и хай-теком останетесь ровно там же, где вы бы остались с Сахой и Лучиной, понимаете? То есть только хуже, потому что хотя бы пока вы имели навыки, да? С Сахой и Лучиной вы могли кушать, да? Да, да, навыки были, да, а тут их нет, этих навыков. Поэтому проблема здесь общая, и я думаю, что как раз в этом стоит, по большому счету, искусство политики, чтобы собрать вместе вот эти социальные элементы. И, как ни странно, еще раз говорю, мне кажется, что в какой-то степени, да, политическая интеллигенция, но не вот эта либеральная, столичная, да, в большей степени провинциальная, может сыграть определенную роль, если она дойдет до осознания своей ситуации. Почему я говорю про бюджетников, да, вот эти люди, которых сейчас начинают давить, которые при этом образованием обладают, знаниями, так сказать, некоторым опытом. И, как ни странно, я не исключаю все-таки какой-то формы, может быть, из-под тяжка, но бунты низовой и даже средней бюрократии. Вот этот бунт бюрократов, я помню, как-то в одном из региональных центров выступал, и там сидел начальник аналитического отдела областного администрации, который так кивал, кивал, когда дошел до бунта бюрократии, вот так особенно активно закивал, говорит, да, бунт бюрократов, это, кажется, точно нам грозит. Потому что, конечно, речь идет не о верхних эшелонах, да, а о нижних, а они себя начинают все больше и больше отождествлять вот именно с этими рядовыми бюджетниками, потерянными, все более разозленными. Но вопрос о том, смогут ли они сформулировать некий позитивный проект. Борис, мы уходим на новостной перерыв, продолжим. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Борис Кагарлицкий, обсуждаем мы возможности появления нового гегемона в России. Вот забавная новость пришла, кстати, о том, о чем вы говорили, об абсолютной бесполезности и шатком положении так называемого нового среднего класса. Это вот про твиты после смерти. Ведь кто-то вложил деньги в это, да, и кто-то будет платить за то, что этим пользоваться. То есть, собственно говоря, при этом, заметьте, что человеку уже не нужен. Да. С некоторого момента. То есть жив он или мертв уже не имеет принципиального значения. Машина работает дальше. Все мне начинает напоминать Насдак, когда компании, которые в инвестиционной декларации писали, что в течение ближайших пяти или шести лет не планируют получать прибыль, капитализацию имели 10-20 миллионов. Так все-таки продолжим. Вы говорили про низовую бюрократию. Ну, я имею в виду, что некий должен возникнуть блок, да, некая социальная коалиция. И понятно, чего люди хотят. Они все-таки хотят социального государства. Они хотят, на самом деле, такого социального компромисса, который бы позволил все-таки вернуть многое из того, что им нравилось в Советском Союзе, но они не хотят назад в совок, попросту говоря. То есть, если взять вот целом, то такое общество, где вы стоите в очередях, где вас не пускают за границу. И где нет гучи и магнитов. Да, да, да. Нет, и где вы, главное, не можете нормально даже обменять квартиру без каких-то страшных, сложнейших комбинаций. Опять же вспоминаем Трифонова, да, обмен, понимаете? Туда не хотят. Туда не хотят. И даже, на самом деле, если это покопать с людьми, которые очень ностальгично по Советскому Союзу настроены, вот в глубину по этим темам пройдете, они говорят, нет, ну этого-то мы не хотим, этого мы не хотим. Вот, с другой стороны, есть вещи совершенно очевидные. Вот, Советский Союз воспринимается как некое идеализированное социальное государство. Значит, отсюда запрос. Запрос на новое социальное государство, на новую форму смешанной экономики. То есть, да, увеличение присутствия государства в экономике. Но, простите, а какого государства? Тут и возникает проблема политики. Потому что государству такому, какое оно есть сейчас, очень не хочется ничего доверять. Да. То есть, с одной стороны, вот, понимаете, возникает именно вот такая квадратура круга или противоречия. То есть, с одной стороны, понятно, что для пресловутого модернизационного рывка, о котором сейчас они говорят, для просто наведения порядка инфраструктуры и так далее, нужно усилить государственный сектор, нужно усилить долю государства в экономике и так далее. С другой стороны, государство вот в таком состоянии находится, что не хочется ничего им давать. И отсюда как раз неизбежность политики, неизбежность реформы государства как институтов, машины, так сказать, как структур, потому что, ну, иначе мы в тупике, так сказать, направо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь, тоже голову потеряешь. Ну, вот вопрос-то возникает сразу, раз вы стали говорить о политике. Вот, носок, опять же, это мое мнение, вот, смотрите, вторую Россию, да, это вот старый пролетариат, так называемый, не люмпен, но люмпенизирующийся. К сожалению, люмпенизируются, кстати, все слои, вот что самое интересное. Его окучивает что? Коммунисты и Единая Россия, с так называемым своим пресловутым народным фронтом, да, такое непонятное образование, но они его пытаются окучивать. В 2009 году кидали подачки, мы помним все прекрасно, верни ручку, как-то это все загасили. Потому что, ну, справедливая Россия, это не совсем партия, скажем так. Ну, у нас ни одна партия не является совсем партией. Да, ну, справедливая Россия, это вообще отдельная песня. Так вот, у меня вопрос-то следующий. А ведь рассерженных горожан, рассерженных горожан пока что никто не окучивал? Ну, знаете, во-первых, как раз пресловутых рассерженных, их окучивали либералы. Ну, неудачно. Неудачно, потому что выяснилось, что у либералов нету того, что эти люди хотели. Но они себя дискретировали, во-первых, полностью. Они себя дискретировали не только потому, что там эти люди неумехи, или там, что они сами коррумпированы, или что они, там, не знаю, глупые. Потому что не все они глупые, и не все они неумехи, и не все они коррумпированы. То есть, ну, да, одни коррумпированы, другие глупые, но зато эти умные немножко коррумпированные тоже, но умные. Понимаете? Вот. Но проблема-то в другом. Проблема в том, что люди, вышедшие на болот, но они не получили того, зачем они вышли. Хотя, если честно сказать, между нами они же и не заявили точно, зачем они вышли. То есть, они не сформулировали, и поэтому не получили. Но они предполагали, что вот это либеральное руководство, оно им, что называется, в интеллектуальном плане, на блюдечке с голубой каемничкой, предложит вот эти вот лозунги, идеи и требования, которые реально им нужны. Выяснилось, что тем, что это предложение было не то. И люди тут же отошли в сторону и сказали, нет, это не то. А простите, а вы сами просили, вы сами заказывали, где ваша, собственно, заявка? Понимаете, так что в этом смысле им еще предстоит проделать очень большую массовую работу над ошибками. Но ведь сейчас ведь активно развивается, я считаю, этот новый проект Кремля, партия Гражданская платформа, которая должна восполнить эту нишу. Ну, я думаю, что сейчас вообще все эти политические партии, которые строятся на данный момент на этапе незавершенной по существу, даже не начинкой, а только проглашенной политреформой, они просто не будут работать. Они все будут в состоянии какого-то такого, так сказать, странного существования, когда они сами не понимают, реальны они или нет. То есть, знаете, вот привидение вы или плоть имеете какую-то, да и будет ли у вас плоть, да? Поэтому сейчас они все будут в подвешенном состоянии, но тут интересно другое, что ведь и возможность, в данном случае, гегемонии над вот этой старой индустриальной России со стороны ЛИК, КПРФ или же Единой России очень ограничены тоже. Это ровно до первого серьезного удара. И, кстати говоря, рабочий класс, традиционный индустриальный рабочий класс, он тоже неоднороден, потому что есть старые предприятия, есть новые предприятия, есть поколенческие разрывы очень большие. Мы видим, например, свободные профсоюзы, такие как МПРА, вот, межрегиональный профсоюз работников автомобилестроения, который стал таким вот ярким примером, что можно в России иметь профсоюзы европейского типа, которые проводят забастовки, побеждают, повышают зарплаты и так далее. Так вот, заметим, что на некоторых предприятиях вот у МПРА ничего не получается, да, почему? Старые коллективы. Старый коллектив не понимает просто вот этих вещей. Молодые коллективы вдруг то же самое, значит, люди идут, начинают мобилизовываться и так далее. То есть поколенческий разрыв, все это как-то должно, видимо, преодолеться на определенном этапе, но сходу невозможно. Но я веду разговор к тому, что как только все зашевелится, как опять придет движение, то у старого рабочего класса возникнут ровно те же самые вопросы, что и у вот этих самых новых растерженных граждан. А кто же выразит наши интересы? И до тех пор, пока люди сами хоть что-то не начнут делать, они и сформулировать свои интересы не смогут. То есть вот, по крайней мере, здесь есть надежда на людей типа вот МПРА, новых профсоюзов. Почему? Потому что они-то думают, они уже делают эту работу, но их очень мало. Вот смогут ли они повести за собой остальной, более старый рабочий класс или не смогут? Станут ли они моделью поведения или не станут? То есть попросту говорят, молодые могут стать для более старшего поколения моделью поведения или нет? Это очень интересный вопрос. Практически вы озвучиваете то, что у многих на самом деле крутится на языке и в голове, это то, что существующие партии, даже вот вновь создаваемые проекты, они в принципе не могут возглавить что-то. Правильно, потому что нужно снизу выращивать, а потом пытаются сверху что-то насадить. То есть тогда у меня сразу возникает, вот знаете, наверное, посадили полковника Хвачкова, да, за то, что он с арбалетом на Кремль пошел, там сколько, 20 старичков пошли переворот делать. У него есть такая теория, которая лично мне очень симпатична, он ее, по-моему, называет теорией Минина и Пожарского, что вся революционная ситуация, либо какие-либо изменения начнутся где-то в глубинке, в каком-то месте, потому что оно еще не зачищено, скажем так. Вот ваше отношение. У меня есть коллега, социолог Анна Очкина, она сказала, возможно, русская революция начнется в очереди в поликлинике. То есть в какой-то момент там пара людей в очереди в поликлинике потеряет терпение, там пойдет хотя бы там выяснять отношения с управлением здравоохранения областным, да, которое в свою очередь начнет там выяснять отношения дальше и так далее, по цепочке все это пойдет. Так вот, действительно, я не думаю, что все начнется всерьез в Москве, более того, мы видели, что Москва не может зажечь провинцию, а вот сможет ли провинция зажечь Москву, это тоже большой вопрос, потому что мы видели и в 2005 год, обратите внимание, когда по всей стране были массовые протесты, кстати, довольно результативные, потому что, как мы помним, тогда власть пошла на уступки, а Москва была тихо-тихо, ничего не случилось. Причем, заметьте, даже Питер, Питер, там все было очень серьезно, там 18-20 тысяч человек было на Невском проспекте, в Москве ничего. А теперь ровно обратная ситуация, потом Москва вывела толпы народа на площади, провинции смотрят, думают, чего они хотят вообще эти жирные люди, да, жиру бесятся, непонятно зачем, но вполне возможно, что вот сейчас, с какой-то момента произойдет синхронизация процессов, и они могут вступить в некий резонанс, то есть будут требовать разного и по разным причинам, но обращаться к одним и тем же слушателям. И в этом смысле, конечно, опять же, вопрос политики. Вопрос политики в том смысле, что политика это, по большому счету, искусство формирования коалиций, искусство налаживания, нахождения компромиссов. И искусство политики это не искусство просто борьбы за власть, вот, не знаю, давить, там, прошибать лбом стену, это не... Ну, с криками горло перегрызут. Да, 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 да. Это прежде всего искусство дипломатии. Кстати говоря, все, даже великие революционеры, на самом деле, тоже были дипломаты, только вот потом советское уже представление, да, вот советский агент пропон, эту сторону скрыл, да, то есть, там, сколько тому же самому Ленину нужно было дипломатических, в том числе, усилий, чтобы вообще вот у него не развалилась его большевистская партия. Которая, по-моему, тогда была на 42-м месте по численности. Ну, да, но не знаю, каком она была месте, она была, конечно, маленькая, но она все время норовила распасться, развалиться. Более того, конечно, на самом деле строилась коалиция, да, более широкая, то есть, в конце концов, привлечь левых эсеров в нужный момент, да, в какой-то момент договориться с Троцким-Волоначарским, которые были абсолютно нужны, вот, группа межрайонцев, и получить большинство в результате Петроградском совете и так далее. А это только дипломатия такая политическая, на самом верхушечном уровне. А за этим стоит гораздо более глубокая вещь, найти такую программу, которая расширит ваш социальный базис. Ну, то есть, это и есть искусство политики, и, ну, очень просто, учиться надо. Ну, снова вопрос возникает, вот, то есть, вы, грубо говоря, говорите, что такой партии сейчас нет, и таких политиков нет. Что же тогда произойдет? Понимаете, что значит, таких политиков нет? Я не думаю, что так уж все знали того же Ленина, допустим, да, а уж французская революция, в этом смысле, даже более интересно, потому что мы все время к собственной истории обращаемся. С другой стороны, кто знал Минина и Пожарского, да? Да, 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 нет, ну, князя Пожарского знали, так сказать, в его кругу, а Минина даже и в его кругу не сильно знали, за пределами, в общем, только вот, может быть, своей купеческой, так сказать, группы в Нижнем Новгороде. Но, понимаете, вот, еще на заседании учредительного собрания, вот, те самые первые генеральные штаты, которые себя объявили учредительным собранием, Робеспьер произнес одну речь, которую никто не заметил. То есть, никто не заметил этого депутата Робеспьера, понимаете? А уж потом ему, как он о себе заявил, да? Понимаете, так, что никто из блестящих фигур первого созыва близко даже в истории не остался. Так, вот, понимаете, так, что, на мой взгляд, дело наживное, процесс должен развиваться по своей логике, но это не значит, что нужно сидеть и ждать, смотреть, как это происходит, нужно в нем участвовать, да? То есть, в данном случае я считаю, что действительно нужны, вот, что называется, ангажированные интеллектуалы. Ну, честно сказать, вот, наш институт, мы себя именно так понимаем, да, что мы не просто сидим и анализируем, мы участвуем в событиях, собственно, видимо, поэтому ко мне и пришли эти... Вот этого говорить не надо, к вам снова придут. Да, да, я спрашиваю, поэтому они, наверное, и пришли узнать, что вы там делали вообще, да? Вот, но это принципиально, это некая позиция, причем, на мой взгляд, не только моральная, а просто в этом есть общественные потребности. Понятно. Я все-таки возвращаюсь, вот, у меня вопрос простой. То есть, если современная политическая система не в состоянии возглавить процесс, а процесс-то, в общем, набирает ход, и, скажем, те экономические потрясения, которые сейчас происходят, и нас ждут дальше, они будут только подталкивать этот процесс. Получается, что та система, которая создана политически, она не будет в состоянии контролировать этот процесс? Думаю, что нет. Тогда, получается, будет снос всего и вся? Ну, снос, может быть, организованный демонтаж, может быть, организованный демонтаж, который перейдет в снос, неорганизованный на определенном этапе, когда люди войдут во вкус, или неправильно начнут демонтировать. Но, конечно, будет все драматично. Борис, мы вернемся после новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, беседуем с Борисом Кагарлицким по поводу, кто может стать гегемоном в современной России, то есть, какой класс может возглавить преобразование, и что вообще будет происходить с политической системой. Возвращаясь к тому вопросу, который я знал, вот смотрите, если современная политическая система не сможет возглавить уже начавшийся процесс и запрос на преобразование, как вы думаете, какой будет реакция системы на, ну, скажем, вдруг в каком-то регионе появление каких-то лидеров, и, в общем, ту бучу, которая может начаться в регионе. Подавление, расстрелы, что? Нет, начнем с того, что непонятно, кто этими лидерами будет, потому что это могут быть лидеры из низов. Но они возникнут. Да, безусловно, это могут быть лидеры из низов, а могут быть лидеры, опять же говорю, из той же местной бюрократии. Они будут до известной степени приемлемы и будут себя скорее позиционировать не как лидеры бунта, а как посредники. Но по факту будут превращаться в политических лидеров. Кстати говоря, опять же, обращаю внимание все-таки на Великую французскую революцию, вообще на французские революции. Там же далеко не всегда лидеры снизу прорывались сразу. Не случайно, я сказал, что Беспира никто не заметил, но был какой-нибудь Мирабо, был епископ Толеран. Да, он был епископ первоначально. И когда он присоединился к третьему сословию учительного собрания, то его внесли на руках с криками «Духовенство с нами!». Понимаете, то есть вот такие люди, они могут на определенном этапе сыграть немаленькую роль. И вполне возможно, они сейчас сидят и пытаются калькулировать. Не слишком ли рано? Вот рано высунешься, голову оторвут. Поздно высунешься, тоже голову оторвут, но уже другие, при других обстоятельствах. А вот вовремя голову высунуть, это, кстати, еще на нее что-нибудь наденут такое ценное. Понимаете? И поэтому, с одной стороны, говорю, есть некоторые представители бюрократии. Вспомним того же Нестора Киршнера в Аргентине, который вдруг выскочил. Губернатор чего? Он там Патагонии, по-моему, совсем заштатного, самого такого пустого, совершенно никому не нужного штата. Почему он? Ну, потому что он, собственно говоря, никому не был нужен, никто его не заметил и так далее. А с другой стороны, да, стихийные народные лидеры снизу будут появляться. И, ну, примером может быть тот же Алексей Этманов, который возглавил забастовку на Форде, и теперь вот для какой-то части рабочего движения стал символической фигурой. И, кстати говоря, я знаю еще там, по меньшей мере, трех-четырех человек вот такого же класса, которые тоже могли бы возникнуть. Не буду их пока называть. Опять же, ну, есть все та самая левая интеллигенция, и, так сказать, политизированная интеллигенция, если можно так выразиться. Собственно говоря, понимаете, тут есть разные элементы, да, из которых может это все складываться. Опять-таки интересный вопрос, смогут ли эти элементы найти общий язык между собой? Не передерутся, не перегрызутся ли они друг с дружкой? Потому что, опять-таки, вопрос дипломатии. Да, вот появились такие лидеры, такие лидеры, и движения будут не одинаковыми. Смогли договориться или нет? И еще один момент, кто-то на самом, может быть, вверху, или не на самом верху, но кто-то будет в это играть. Когда я говорил о демонтаже, ведь демонтаж может начаться сверху. Очень даже. Могут, случайно, не там потянуть, и не за тот кирпич, но вполне могут оттуда сверху начать. Ведь, вот в моем, так сказать, субъективном представлении, то, что сейчас происходит, это мне начинает напоминать Горбачевскую перестройку. Да, конечно. Система была практически мертва, насквозь прогнила. Такое же расслоение по доходам. Ну, тогда об этом мало кто догадывался. Скорее, по статусу не по доходам было расслоение. Ну, по возможностям, по реальным возможностям. И вдруг начался, скажем так, вынос ссоры из избы на общее обозрение. Последнее, надеялись на то, что они смогут как-то систему приспособить к новым реалиям. Но она развалилась там буквально через 3-4 года. Но, но, вот хорошо, сейчас предположим... Кстати, боюсь, что может сейчас посыпаться раньше, быстрее. Да, ну, кризис начинается. Он, на самом деле, куда не уходил экономически. Ну, кризис тогда был, тогда был тоже кризис. Но вопрос не в этом. Вот как, на ваш взгляд, сейчас ведь, насколько я понимаю, происходят какие-то попытки закручивания гаек. Вот сейчас студентам запрещают ходить на демонстрации, еще что-то. Например, да, принимаются какие-то идиотские законы. Думай, больше двух не собираться. Это серьезно или система уже настолько недееспособна, что она просто вот так вот на каком-то вегетативном уровне, вот, что-то случилось, тут же реагируем, обороняемся? Я думаю, и так, и так, но, знаете, некоторое время назад, совсем недавно, буквально несколько дней назад, я слышал довольно высокопоставленного чиновника, который произнес, как мне казалось, гениальную фразу, когда ему спросили, а что с оппозицией-то делать будете? Он сказал, мы ее посадим, одних в тюрьму, других в Госдуму. Потом сделал паузу и сказал, только вот мы никак не можем решить кого куда. Вот, на мой взгляд, это вообще точно характеризует, что это политика. Вот они пытаются сейчас разобраться, кого куда. То есть у них инструмент есть, с одной стороны, политическая реформа, чтобы кого-то посадить в Госдуму, и с другой стороны, вот, закручивание гаек, чтобы кого-то посадить в тюрьму. Теперь осталось развести людей по соответствующим направлениям. Но это же не поможет. Нет, конечно, но замысел хорош. А когда этот чиновник сказал эту фразу? Несколько дней назад, буквально. А, несколько дней назад, то есть уже после истории одной с выборами. Понятно. На прошлой неделе это слышали. И они серьезно это рассматривают. Ну, во всяком случае, вот я слышал это своими ушами. Я говорю, замысел красив, согласитесь. Ну, значит, это страшный замысел. Изящен, изящен. Ну, это же классический случай, да? Главное, вот, трудность именно распределения ролей. Не, ну, часть-то ролей уже, я думаю, распределена, потому что образовалась партия «Гражданская платформа», да? И кто входит в комитет, их точно не посадят. Ну, как минимум, да. Интересно. А вы не планируете вступать в эту партию? Нет. Ну, я немножко вжался в стул, когда это услышал. Ну, это страшно, на самом деле. Да. То есть надо язык в одно место прятать практически. Ну, уже поздно. Поздно уже. Поздно, ну да. Значит, посылки хлеб сушить, да? Не знаю. Позволь, есть еще надежда, что они не приняли окончательное решение? Да, хочется надеяться. Но, на самом-то деле, вопрос серьезный, по большому счету, потому что экономическая ситуация хуже некогда, да? Уже и цены на нефть не помогают высокие. Ну, знаете, экономическая ситуация, вот не надо говорить, что хуже некуда. Знаете, как в судебственном анекдоте про оптимиста и пессимиста. Пессимист говорит, хуже быть не может, а оптимист скажет, может, может. Нет, звоночки уже идут, потому что у нас промпроизводство сокращается. А минус 0,8 в январе, по сравнению с январем прошлого года. Это при высоких ценах на нефть. Просто с ужасом можно представить, что, скажем, нефть будет 60, даже 70. Ну, я думаю, что, во-первых, она даже и не будет 60 или 70. Даже для нас уже 100, теперь при упавшей покупательной способности доллара, это уже очень плохая новость. То есть нынешние 100, это как, там, не знаю, 60 долларов за баррель, там, года три назад. Вот так. Тогда получается, что начнется некий, скажем так, экономический кризис. Мы видели, что происходило в девятом году, когда был кризис. Падение ВВП, там, на 9-10%, промпроизводством на 13-14%. Ну и, соответственно, начались проблемы, условно их назвать, с Пикалёва. Сейчас это может случиться? Вернее... Тут все сложнее, на мой взгляд, потому что экономический кризис, как таковой, сам по себе, он совершенно не обязательно приводит к социальному взрыву или чему-то подобному. Ну, посмотрим на Европу. Так вот, смотрите, ну, держится все, да? Горит и держится, да? Ну, как долго, другой вопрос, я еще раз сказал. Сам по себе нет. Но дело в том, что у нас накладывается кризис экономический наступающий на опережающий его кризис управления. Причем, на мой взгляд, как раз у нас ситуация ровно зеркальная по сравнению с Западной Европой. То есть там кризис экономический опережает, кризис управленческий, и его подстегивает, ну, вернее, выявляет в большей степени. На самом деле, все эти структуры были достаточно гнилыми и раньше, но мы в случае с Европой этого не видели. А в России ровно наоборот. То есть у нас управленческий кризис опережает экономический, и экономический может углубить, усугубить управленческий. Вот тогда мы получим вот эти все расколы, потому что, ну, рвется, так сказать, по месту разлома, да? Или по напряжению. Напряжение усилится и начнет рваться. Ну и какие перспективы, скажем так, если суммировать? Ну, я сказал, нужно выстраивать коалицию с наиболее просвещенной, или не совсем до конца коррумпированной частью бюрократии, с прогрессивной интеллигенцией, с какой-то наиболее дееспособной частью рабочего класса, и вот этой вот, скажем так, постепенно поднимающейся с колен бюджетной сферой, которая начинает защищать себя просто потому, что ее уничтожают. И такая коалиция, она может стать реальной политической силой, ну, не завтра, конечно, но послезавтра уже. А как вот, все-таки, возвращаясь к гражданской платформе, она может стать какой-то коалицией, потому что программа у них супер? Ну, понимаете, какая смешная вещь. Вот помните, во время перестройки создавали разные симулятивные организации? И некоторые из этих симулятивных организаций потом вдруг ожили и стали действовать вполне как живые, а другие нет. Какой-нибудь там вот рух украинский вдруг заработал, да, вот там он начал оживать. А в Прибалтике вот эти народные фронты, правда, другое дело, почему, да, потому что они тут же наполнились вот этим вполне националистическим содержанием, и вот тут все заработало, да. Ну, а на первых топорах многие из этих структур создавались сверху. И создавались они скорее для того, чтобы управлять процессом. Но потом как-то выскочили, вышли из-под контроля, да. Поэтому говорить сто процентов, что если эта структура сегодня подконтрольна, то завтра она тоже будет подконтрольна, нет оснований. Но, с другой стороны, и верить, что вот она-то и есть то, что будет, да, я думаю, не стоит, потому что все-таки, на мой взгляд, сейчас ситуация такова, что пока не начнутся какие-то массовые выступления, и пока в самой бюрократии хоть кто-то не обозначит открытую оппозицию, установку, нынешнему правительству, до тех пор, я думаю, ситуация радикально не изменится. То есть, опять же, все может пойти снизу? Снизу должен пойти импульс. Запрос, запрос. Да, процессы могут пойти и сверху, или, по крайней мере, с верхнего и среднего звена, но что-то должно случиться, что выведет их из равновесия и даст им смелость. Вот сейчас у них нет смелости зачастую, потому что они боятся правительственных чиновников больше, чем собственного населения. Когда они будут бояться собственного населения больше, чем правительственных чиновников, то вот тут Минжмен, Пожарский, может быть, и появится. Если я не ошибаюсь, по-моему, Джефферсон говорил, один из основателей, отцов, вернее, демократии в Штатах, что правительство, которое боится собственного народа, это демократия. Да. Когда, наоборот, это тирания. Да, да. Но их надо пугать иногда. У нас народ-то не умеет пугать. У нас очень добрый народ, на самом деле. С некоторых пор, по крайней мере. Не столько добрый, сколько зашуганный, по-моему. Ну, так или иначе, но выглядит безобидно. Пока. Ну, пока что у всех есть что кушать. И зачем? Главное, чтобы так и оставалось. Потому что, может, все кончится, как там говорят, бунтом? Бунт — это то, что потерпело неудачу. Помните, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе. Да. Ну что, спасибо вам огромное, Борис Юрьевич. У нас в гостях был Борис Юрьевич Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений. Пытались мы разобраться, кто у нас будет гегемоном. Вернее, какой класс будет двигать изменения в России. Но пришли, на мой взгляд, к некому консенсу, что группы должны объединяться, потому что, в партийном случае, я думаю, стране грозят очень непростые времена. Поэтому хочется только пожелать всем оставаться с холодной головой и не делать глупостей. Удачи вам всем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!